Рубен Леонидович Дзерещан предложил мне поучаствовать в нескольких проектах. Я сценарист, режиссер. Я среди всех персонажей, которые мне были предложены, выбрал «Народ мяча». Потому что мне он был близок с детства. Мне казалось, что я понимаю его музыку, его мир. Я наивно порагал, потому что это все гораздо глубже, чем приходится на первый раз. Речь шла о сериале. Сначала мы написали, то есть я написал для компании «Рубен Леонидовича», написал, был посередине клан очень плотный, были две серии написаны. Но, к сожалению, российская серия не увлеклась проектом. Ну, в честь того, что это не увлеклся меня и Рубен Леонидовича. Потому что любое историческое полотно, скажем так, оно все-таки нуждается, как вы понимаете, в таком-то серьезном материальном обосновании. Этого не произошло. Канал «Культура» и «Первый канал» все как бы с уважением отнесли к этому проекту, но финансирование мы не смогли получить. Когда вот у компании возникла идея, вместе с коллегами из Еревана, из Аминьи, каковы сделать полный метр, полметрарный фильм. Мы сделали сценарий, подали его на господдержку «Минкульт-России» и неожиданно получили очень бурную такую поддержку, потому что нас совершенно удивило. Потому что сказали, что мы просто обязаны поддержать этот проект. И что-то говорили. И что было невероятно приятно, и мы начали подготовку и сделали то, что вы здесь сейчас увидели. Она была очень сложная эта работа, потому что основой любого сценария, как вы понимаете, это и есть драматическая ситуация. В случае с «Арамом Альчом» это довольно сложно, потому что она была невероятна для человека. Может быть, на одну ступень мудрее, чем в Сталин. И когда речь касалась создания какой-то истории, да, понимаете, там, сцены, сюжета, то очень трудно подступиться. Пока я, значит, не погрузившись в историю советской музыки, и в географию «Арамом Альча», которая, на самом деле, вот я видел 27 пивов, у меня одинаковая, как будто под копирку сделана. Нет совершенно конфликта. Кино без конфликта быть не может. И вот я наблюдаю историю, которая для меня обозначилась в очень серьезном таком ключе. Я, как я увидел интервью Ростоповича в американском телевидении, уже после смерти араба «Арама Альча», он сказал, что Хачатерян страшно переживал геноцид, когда еще не назывался геноцидом, но резнил армян, и что это было его болью, но он не мог это обнаружить, поскольку был человеком публичным. Он занимал 14 должностей в разных журналах, театральных, музыкальных, он был членом коллегии. Абнеметом он занимал после, знаете, второй секретаря Союза. Во время он руководил комиссией по эвакуации. Так что это был очень такой общественно активный человек. И когда вот я… Что, мне в рот ее взять? Все, кроме чего не могу говорить, микрофон. И тогда вот возникла вот эта идея, я нашел ее о том, как во время завершения работы над балетом Гвине поступил от директора театра приказ сделать еще один танец. И вот это была драматическая ситуация, когда человек, ну, как бы он считал балет законченным. Тем более вы понимаете, что это был сначала балет «Счастье», и вот на основе музыки балета «Счастье» не на основе ребрета, на основе музыки был сделан этот новый вариант балета, который назывался Гвине. И вот он за восемь часов в дикой ярости, он ругал всех. Он ругал Аннисимову, он ругал директора театра Брагина, он говорил, что это все пошло, что это невероятно, что он же очень следил за ритмотивом символичным, да, в балетах даже. И для него это было важно, как для художника. А тут нужно подпечатать танец. И вот он, можно сказать, в раздражении сделал свое, как он называл, шумоевое дитя. И вдруг это вот, как оказалось, пробило весь мир, и вот сейчас он видит тигр самоисполнение произведения в мире. Очень интересно, говорите, и мы вас слушаем. Несколько фактов, вот, нам неизвестных про, ну, из теографии. Да, давайте, давайте проясним то, что вы видели. Вот, например, история, о, как хорошо, даже я снесу. История, например, с Озбрахом и Шостаковичем. Да. Это реальная история, но она произошла несколько других австайцев, потому что, когда они ехали в эвакуацию, их ограбили. У них украли все продукты, которые были. А там ехал Мисковский с семьей, с Ачетурян, с Нина Александровной. То есть, понимаете, там как бы весь цвет, который остался в Ленинграде, он выехал последним эшелоном. И когда их обокрали, надо было как-то кормиться с семьей, и они придумали предложение Озбрахом выйти на любой станции, где они останавливаются. А стартовки были очень длительными, как вы понимаете, какие-то время. И они играли, зарабатывали, там, знаю, яйца, там, хлеб, что-то такое, чтобы благоладно как-то это выжить. История с Балилиной, она, к сожалению, вот в сериальной части, она прописана более подробно. Она основана на том, что как-то он, и это вот в сериальном варианте есть, он смотрел балет, и ему не понравилась там одна статистка. Ему говорила, она слишком яркая, ее нужно задвинуть куда-нибудь подальше. И она очень обиделась, и в конце, в результате, она добилась того, что, ну, нет через Хачатурян, добилась того, что она стала Балилиной танцевать серьезную партию, по-моему, Айше. Вот. И мне показалось это любопытным, потому что он, как бы, задвигал девушку, а девушка, значит, пошла по преодолению, так же, как живет сам Хачатурян, и добилась чего хотела. Персонаж, которого играет Арман Новосардян, он выдуман. Но я думаю, что такому художнику, как Хачатурян, должен был свой Сан Чапанцев. И вот я придумал этого человека, и он, по-моему, во-первых, блестяще справился как актер, душевно слился с персонажем и со своим Дон Кихотом. Ему огромное спасибо за это, очень невероятно талантливый человек, дай Бог. Чтобы мне еще бы работали. А все остальные истории, ну, да, вот Пушков. Пушков, как бы, тоже персонаж выдуманный, но, как понимаете, он себя выбирает очень много чего из той эпохи. И его, вот, как бы, роль, когда меня, по крайней мере, Саша Кузнецов спрашивал, все-таки любит он балерину или не любит? Я говорю, Саша, он не любит. Он говорит, а почему? Что он такой презренный тип? Я говорю, нет, дело не в этом. Дело в том, что он любит Хачатуряна. И не той любовью, про которую можно легко подумать, а именно завидуя. Потому что он делает вещи легко, талантливо, как Моцарт, где его там льется, а он не может. И поэтому этот удар по клавишам, это как бы прощание с попыткой внедриться в культуру. И то, что он соблазняет, не соблазняет, а получает эту балерину, это только месть с Хачатуряном, чтобы в позитивном смысле, я вообще говорю, Саша, он соблазняет себя для того, чтобы она не мешала Хачатуряну. И еще маленькая деталь в связи с этим вопросом. Просто мне стало любопытно, выдумка ли режиссерская в последних кадрах, когда на Хачатуряны нападают с ножом, с пистолетом. Это выдумка или на самом деле было так? Ну вы знаете, это в те времена, в те годы, могло быть все что угодно. Ну это да. И если вы помните, в первой сцене уже Георгий говорит, что нашего художника ограбили, сняли пальто, шапку, фашисты. То есть вот этот какой-то криминальный подтекст нам был. Мне нужен был, как сценарист, мне нужен был финал, который показывал о том, что он, даже в этой ситуации, находясь под ножом, там, под пистолетом, он продолжает, у него в голове крутится танец с саплями, он продолжает танцевать. И это такая особая художническая стойкость, которая мне была важна очень. Потому что Арам Ильич для меня невероятно мощная фигура. Это такой возрожденческий тип. Я его сегодня вспоминаю, как в его воспоминаниях он писал. Он пришел на концерт, это был в Италии, пришел на концерт, а следом должно быть его уже выступление. Ему говорят, с концерта уйти, переодеться, съездить в отель, переодеться. Он говорит, нет, я к чему-то буду, но я дослушаю это. Это была такая воля, он проявил это. Ну, просто мне очень много чем пришлось любоваться, пока я его изучал. Мне интересно, как вы выбрали актера, и почему вот имена Бортно Бабань не обманет? Ну, как правду. Ну, во-первых, он зануда, он мне доставал все, писал в фейсбуке. Но на самом деле мы посмотрели здесь вот прекрасно, я не знаю, здесь есть или нет, Ада, наш кастинг-директ, который приводил мне всех самых лучших актеров, которые только есть в Армении, мы тащили их всех. Я поставил себе законом, что будет исключительно армянин, никаких французов или евреев. Только армянин, мне было это очень важно, поскольку у меня отчим был армянин. И я хорошо чувствую, мне кажется, что-то бы армянин, что-то бы не армянин. Правда, разницу между устойчивым армянином и ереванским я не чувствую, но это не страшно. Так вот, пришлось все очень перелопачивать. У нас были персонажи, которые мы отобрали, их было три. Я сейчас не буду их говорить, один из Америки, один московский, один вот сочинский, так сказать. Они все предлагали разные, для меня, для режиссера, разные варианты решения этой истории. Был бы один, это была бы история такая более, скажем, бытовая. Был бы другой, она была, как говорится, супер элитарная, непознаваемая, несообщаемая никак. Самый симпатичный для меня вариант был с Амбарцумом, поскольку он мне давал стиль. Я понимал, как я буду решать все остальные сцены. Амбарцум, конечно, пострадал очень от меня, потому что манера моей работы с актером, она, как правило, связана с тем, что я хочу, чтобы зритель докопался до него. Потому что не чтобы он станционал перед зрителем все возможные танцы мира, а чтобы они докопались до него, додумались до его проблемы. К тому же он симпатичный парень, а почему не докопался? А почему он больной? Это я не знаю, у него была язва. Вообще у него была язва. И вот эта вот история с его попаданием в госпиталь, она реальная. Конечно. Он в феврале 1942 года, еще до, хотя только переехали они, как эвакуацию по Цветловскому, он семью отправил, он работал на радио. Он отправил семью в деревню, а сам попал в госпиталь. Я просто всегда объединил, понимаете, но в картине это все должно быть как-то очень... А кого он оставил в Ленинграде? Там есть такие слова, я даже не смог как-то попрощать. Ну, не про Ленинград, он говорит про Цветловск, про Цветловск. А, про Цветловск. Жену и своего сына Карена Реника, которому мы с ним очень сотрудничали, занимательно. Он абсолютно противоположная копия своего отца. То есть как противоположная? Понимаете, он очень осторожен, но он при этом не так активен. У него нет столько забот, он не пишет музыку, например, да? А Рам-то Четверан, при том, что он был невероятно осторожен, что, я дай повторяю, это является для меня признаком мудрости. Этим отличались очень многие гении того времени. И он, когда дело касалось друзей, он делал всё. Он делал всё страшно, чтобы друг не пострадал. А с Кареном мы последний раз виделись, пока были дни Армении в Москве в прошлом году осенью, и привезли балет Гайне. Я его не называю балетом, я его называю танцевальной сюитой, потому что там ничего, собственно, не осталось, кроме музыки. Хореография новая, костюмы, декорации, всё новое. И мы с ним встретились, обнялись, и я говорю, Карен Ранч, вы знаете, у меня такое ощущение, что балет Гайне – это единственный балет в мире с непредсказуемым либреттом. Каждый раз новая история, каждый раз Гайне по-разному выглядит. То в ней гекок брат, то муж, то жених, то они геологи, то хлопкороги, понимаете? В разных ситуациях они по-разному выглядят. Амбарцум, у меня к вам вопрос. Как вы готовились к этой роли? Потому что, в общем-то, ответственно всё это было. Ну, для меня это было очень волнительно и страшно, но я сам хотел, сам настоял, чтобы я работал в этой картине. И это было правда, что я писал. Спасибо.